Здравствуйте! Это программа «Сегодня утром». Мы рассказываем о том, что касается каждого. Ну и, конечно, делимся хорошим настроением вместе с Александром Карловым и Михаилом Шекназаровым. И Анна Хлайд, вакцину от коронавируса, что это такое, что она из себя представляет? И поможет ли она остановить пандемию? Вот в чём вопрос. Видел, как ты любишь тему Гамалина. За два месяца построили водовод в Крыму. И вот поможет ли, да, чуть попозже. А у меня тема о тех, кто вчера отметил профессиональный праздник у службы внешней разведки в 100-летний юбилей. Кстати, смотрите обязательно вот на этого кита. С летучей мышкой. Ну, знаете, нам бы здесь пока разобраться со своим. Вот одни изучают грунт, а другие раскапывают снег. На севере Японии выпало его рекордное количество. Я не злорадствую, новогодний на случай. Ты же просто новогодний на случай. Почему вы ждёте всегда какой-то колкости? Я вот так. Вот гораздо красочнее. Посмотрите, Михаил, поучитесь. Красочный, красочный. Понравилось, да? Очень. Идёшь в умные буи. Вы сказали, что вода часто в таких карьерах бывает загрязнена. Вот каким-то образом вот этот критерий они отслеживают? Да, конечно. Химическая загрязнённость воды – это главный фактор, который необходимо контролировать для того, чтобы производить водозабор. пригодность для транспортировки. Хорошо, а если этот анализ показывает... ...полезных ископаемых опускались вниз. То есть пешком, конечно, быстрее. Техника совершала такой длинный вояж, описывая... Долгое время хозяйства Крыма не испытывали дефицита воды и имеющиеся... На прямой связи со студией был доцент кафедры и дальнейшие технологии, которые помогают решить водные проблемы полуострова. А после выпуска новостей покажем, как пилоты транспортной авиации готовятся к армейским эрам. А для чего она нужна? Скажите, а у нас же тоже праздники впереди. А стоит ли нам опасаться таких последствий? Или нам это не грозит, потому что Новый год для России это всё-таки семейный праздник, и не будет такого массового распространения коронавируса? Ну, во-первых, нас и призывают, и решают сам. С другой стороны, праздник хочется отметить. Никогда не предугадаешь, что будет дальше через несколько дней. Но, в общем, я бы сказал так, что если есть возможность, я бы поступил сам. Возможность новогодней выпивки в пользу вакцинации. Понятно. А вот скажите, сейчас... Ну, для свободного прохода через таможенный контроль не специально получивших сертификат в клиниках и... Спасибо вам большое. О том, что такое лайт-вакцина и надо ли бояться британской мутации коронавируса, мы говорили с ведущим научным сотрудником. А после выпуска новостей покажем новую модификацию знаменитого робопса. Да ты ж, смотри, шоколадный водопад. Дали у меня шоколадный водопад из всех кранов потёк. Почему ты видишь во всём плохое? Прекрасное зрение. Айнечка, как тебе на воротник, Айнечка, какая у поп... Это программа «Сегодня утром», и мы продолжаем. Сегодня вечером на нашем... ...залезке. Константин Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У нас есть такой примечательный факт. Под фамилией Мироненко бывший военный преступник работал в советской газете, назывался на «Настройке». Как член Союза журналистов, он писал и публиковался во многих изданиях, и вот даже выходили книги в его переводах. А скажите, пожалуйста, почему он выбрал такую профессию, которую, ну, вполне можно было бы назвать публичной? Ну, о... В наших обучающих обучают военных. Наработать для того, чтобы, сидя в этой стране, работая в этой стране, обеспечить безопасность. Технологии ли, или как далеко продвинуться наши тогдашние бывшие союзники? Вопрос абсолютно закономерный. Знаете, нас интересовало всё. Потому что я подчеркиваю приказ всем, кто хоть что-то узнает, услышит о разработке ядерной бомбы. Велись в трёх странах. Англия, США, Канада. Не будем забывать Канаду. И вот оттуда наши советы... Были американцы. Скажите, а вот в то время, кто ещё охотился за бомбой, и кто мог стать обладателем ядерного оружия? Вы знаете, охотились... То есть, нет, американцы не охотились за бомбой. Они её активнейшим... Именно потому, что мы сделали свою бомбу. И американцы, американцы, скажем так, которые звучали с английской, с британской стаей, я подчеркиваю, новая атомная сеть, потому что прежняя была разрушена в 1950 году после арестов. С нами на связи был историк спецслужбы, заместитель. До встречи уже завтра утром. Ну а сейчас передаём слово нашим коллегам из новостей. Всем пока. Пока. Спасибо, Саша. Саша. Саша.